Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. 1051 номер событий дня. Второзаконие. Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вышли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которые Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, и сгладь память Амалика из Поднебесной, не забудь. Поясняю, почему я-то беру эпиграф, но сейчас и не один день будет на меня нападают, где узнают, кто мои друзья, которые ослабевшие, они их добивают. Ну, в первую очередь, это поражу пастыря, рассеют соопцы. Чего только не говорят. И вот, что их ждет? Имя их будет изглажено из Поднебесной. Ничем не занимаются. Притом, всякую скверну, все придумывают. Из ста слов ни одного нету истинного, все одна ложь. Мне вспоминается, Тарасий, патриарх, умирал, и демоны предстали, окружили его, и показывает. Вот то-то сделал, то-то сделал. Он только прошептал им, говорит, все вы лжете, ничего этого не было. И это тоже. И при том, некоторые были в хороших отношениях, все, и никаких причин не было. Просто взбесились. Поняли, что путь спасения – это не их путь. Сами пали за собой, таща других. Это синдром падшего дьявола, демонов. СД. 1 Коринфянам, 10 глава, 6-11 стихи. А это были образы для нас, амалик для нас. Чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Все это происходило с ними как образы. А описано в наставлении нам, достигших последних веков. Даже представить нельзя. Вот зайти, вот все у нас выставляется, ролики, но это же не так. 12 990 роликов. Вот что не брать-то? 41 книга моей. С голыми руками можно брать, и все равно ничего у них не находят. Центрские отделы работают. Киево-Пещерскую лавру потащили все книги. И там ничего не могут найти. А почему? А там не до этого дела. Их там переворачиваются и сейчас со всех сторон. Нарвались, натолкнулись. Сейчас эта молитва достигла. Не подсматривать друг за другом, а дело делать. Дело Господне делать. Это я за 1 ноября 2018 года. Какие события? События очень важные для меня. Вот сейчас объявление дадим. Считайте. Успевайте, кто желает, поучаствовать. Умерла сестра. И вот все это. Не просто так сказано. Ролики большие. Отпевания. Поминки. Оказать помощь четырем детям оставшимся. Видите, как написано. Община доверила мне собирать и хранить эти средства. Расходуется средство на те или иные нужные детей. По благословению батюшки отца Акима Лапкина. По совету Игнатия Лапкина, Тихоновича Лапкина. И нашего врача Яковлева Виктора Андреевича. Еще, притом, докладывается всей общине. Еще решать будут. Когда потребуется. Они сейчас получают. Это на то, что в будущее может потребоваться. Для других, кто будет спрашивать номер карты, еще. Вот интересна надежда. Наша прихожанка. Игнатий Тихонович, мир вам. Я все время думаю о детях, о детских занятиях. Не знаю, как описать чувства. Может, чувства вины. Надежда Васильевна. Очень рада, что ей разрешили заниматься с детьми. У нее потребность учить и наставлять деток. Она пожилая. Но пока еще есть сила учить детей по слову Божию. Завтра может и не быть силой здоровья. Она знает и уже готовится к занятиям в воскресенье 4 ноября. Ну, а сегодня второй вот у нас. Посмотрел я сегодня ролик, где Володя с Сергеем Козловым беседует по скайпу. Сразу родилась мысль. А почему бы Володя не провести с детьми занятия? Расскажет о своем пути к Богу, обращении. И прочитает стихотворение, которое он в этом ролике прочел. Занятие всего 15-20 минут идет. Поговорите с ним. Может, Володя подготовится. И после Надежды Васильевны он проведет следующее занятие. А если понравится, то может регулярно, раз в месяц проводить занятие. Тему сам придумает. И так проводить занятия по очереди. Надежда Васильевна, я, потом Володя и Лене разрешите. И Игорю. Примерно каждому учителю раз в месяц провести занятие. Но тут даже не хватает еще. Надежда раз. Надежда вторая два. Володя три. Лена четыре. Игорь пять. Будет примерно каждому учителю раз в месяц провести занятие. Еще раз благодарю вас за беседу. Она приезжала тут, побеседовали. Спаси Христос. Я вчера объявление дал. Мне бы как-то научиться подписывать фотографии свои. Чтобы надпись была ниже фото и никак не терялась при перемещении фотографии. Тогда будет проще и надежнее. И дешевле мне. Времени у меня нет лишнего. Подскажите поточнее только. Что получалось вот так. Ну и дальше фотографию показываю на нашем сайте. Ну, взяли за меня учить. Со всех сторон. Что с меня получится? Сергей Птушенко активнее всех, кто взялся. Другие там из Америки. И сейчас посмотрим. Мне легче, чтобы было даже не голосом, а именно так. Вот такой-то нажать, там-то нажать. Потом оттуда-то перейти. Так-то туда-то, там-то и все. У меня фотографии в моем мире. 22 тысячи 430. Я вот только что на этой неделе 1400 выставил. 32. А тут ролик взял я у Никиты. Как у него велосипед украли там. В Борисполе, видно. Когда я работал в городе Пенза, я поясняю, то купил себе хороший велосипед для езды на работу. Однажды, во время обеденного перерыва, заехал в библиотеку обменять книги, а велосипед оставил у входа, не затащаясь же внутрь. Быстро обменял, вышел. И нет моего коня-помощника. Зашел в отдел милиции, рядом там. А мне говорят сотрудники, так вы не первые уже сегодня. А на руле висела сумка с рубашкой, еще что-то. Так я вернулся на квартиру своим ходом. Было еще и так. Вышли из Баптистского собрания. Мы часто их посещали после храмового служения нашего. Я решил подвезти одну девушку на велосипеде. А вот она и наша милиция. Остановили, спросили, даже знаю ли я порядок, что на велосипеде нельзя перевозить людей. Мы же не в Индии. Милиционер отвинтил ниппель и забросил его в кусты. Так и привел я свой транспорт ночью пешим ходом. Пока шел, то припомнил места из Святой Библии. Вот интересно, припомнил. Другой скажет, я не припомню. Почему? Ну, все время занимаешься, как-то откладывается. Притча 29.19. Словами не научится раб, потому что, хотя он понимает их, но они слушаются. Серахов, 42.6. При худой жене хорошо иметь печать. И где много рук, там запирай. Запирай. Я все время говорю, как у нас в Потеряевке, даже палочку к дверям не хотят поставить. И вот в районной газете пишут, говорят, и замки не вешают, а одну палочку. Может быть, испытаем у себя тут, в Мамонтово-то. Шахов, чтобы не запирать-то. Ну, полиция не одобрит этот наш эксперимент. И дальше. Это я все о ворах. Когда-то я просчитал, как, кажется, в Стокгольме на улице дворники подметали улицу. И все время приходилось им переставлять велосипед. Не на цепи, а просто прислоненный. Потом оказалось, что он уже стоит более 30 лет, ибо его хозяин умер. Еще двое наших алтайских парней совершали свое турне по Китаю на велосипедах. По возвращении спросили, что особенно привлекло их внимание. Они ответили, что там вообще не воруют. Можешь мешок с деньгами прямо на остановке оставить или лечь там спать, и никто тебя пальцем не тронет. Это так. И дальше я пишу. Григорианц пишет в книге «Были и легенды Востока». Как им пришлось услышать в Тунисе, крики и пыль столбом увидели. Все кричали «Сук! Сук!». Оказалось, что поймали вора. А некоторые пожилые, даже люди, впервые увидели живого вора. Наутро они проходили на базар, и на воротах увидели кисть руки того человека, прибитую к воротам базара, почерневшую на солнце. Или еще. Василий Михайлович Песков был в Скандинавии. И когда узнали там, что он едет далеко от города, и там дорога в сторону лесника в лес, и стоит ящик большой, без замка, ну, написано, что это почтовый ящик. Ему подали с мертвых и сказали, чтобы он положил там этот ящик. Он удивился. А как я открою этот ящик? Так он же без замка. Так утащит же. Кто? Там же на посылке-то написано, кому взять-то. И чужие не возьмут. Ну, конечно же нет. Ну, там же написано, кому. Вот таков наш менталитет. Или еще. Ко мне заходит знакомый учитель, немец Павел Эдуардович, перед отъездом в ФРГ. У него с собой три места было. Но в аэропорту он увидел хороший сувенир. Маленький бочонок с сибирским медом. Когда он в бойне вышел из аэропорта, то вспомнил, что дорогой покупал газеты. Он их посчитал за место всего же три. Но оказалось, что бочонка нет. Вернулся, увидел там служащего и спросил, где ему можно найти оставленную вещь. Ему указали, он подошел, а выдать некому. Наконец ему там разъяснили, что тут никого и не будет. «Приходи и бери свое». Он посмотрел на полки, то его бочоночек стоит. «Как не свое? Разве он забыл? Так любой же может забрать, не свое. Э, как не свое? Да разве он забыл, что у него такой вещи не было?» Он взял мед и все удивился. Александр Сайлсов-Женицын пишет, что у пленных русских в Первую мировую войну среди самых разных наций был самый низкий процент воровства, а во вторую был самый высокий. Плоды безбожества и грех обуял нацию. Расул Гамзатов написал, что плохо кладут, воры крадут. Ох, и охочи на это они в черные ночи и в белые дни. Помалу, помногу воруют вокруг, то заднюю ногу, то целый курдюк. А один украдет, на себе отнесет, другой украдет, на орбе отвезет. Своруют одни, и не воры они, другим никогда не избегнуть суда. Сорока-воровка кашу варила, и действуя ловко, она говорила. Десять старательных было молодчиков, два указательных в роли наводчиков. Средние крали, большие съедали, в свидетели два безыменных попали. Но дали не это, мы не тому. Оба мизинщика сели в тюрьму. Что плохо кладут, воры крадут. Воруют на пару и в одиночку. То стащат татару, то чью-нибудь строчку. Воруя наелись и напились, воруя оделись и вознеслись. Воруя наглели, воруя божились, в чужие постели с чужими ложились. Сорока-воровка кашу варила, и действуя ловко, она говорила. Десять старательных было молодчиков, два указательных в роли наводчиков. Средние крали, большие съедали. В свидетели два безыменных попали. Но дали не этому и не тому. Оба мизинщика сели в тюрьму. Гора на горе, вор на воре. Лисица-плутовка у многих в шести. Главное, ловко следы замести. Есть разные воры в любой из сторон. Иным, что матерые, закон, незакон. Угонят овец, говорят, молодец, удалец. А спер петуха. Не прощают греха. Сорока-воровка кашу варила, и действуя ловко, она говорила. Десять старательных было молодчиков, два указательных в роли наводчиков. Средние крали, большие съедали. В свидетели два безыменных попали. Но дали не этому и не тому. Оба мизинщика сели в тюрьму. Вор на воре, гора на горе. Примудрость Соломона, 11-12. Вот интересно. Когда Библия в руках, как все становится на свои места. И отсутствовавшие, и присутствовавшие одинаково пострадали. То есть стоишь ты рядом или где? 1 Петра 4, 15. Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Христианин с большой буквы. 1 Коринфянам 6, 10. Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царствие Божие не наследуют. Галина пишет. Игнатий Тихонович, вы много говорите о рождении свыше. Но не говорите, как этого достичь, как учить церковь, стяжать Духа Святого, стать новой тварью во Христе Иисусе. Главное, я не говорю, меня уж упрекают, но все время говорите одно и то же. Но вопросы. Вот даже посчитайте, зарядите рождение свыше Геннадий Фаст. Лучше не объяснишь. Только такой человек не грешит. Идти путем борьбы со страстями, как учат святые отцы. Сейчас, по милости Божией, веру обретают пьяницы, блудники, оккультисты. Оставляют грешно, чтобы родиться свыше. Им нужно совершать подвиги, как Мария Египетская. Страсть не оставляет многие годы. Здоровье подорвано, но Господь помилует верных, как мы надеемся, на страшном суде. Вот могу сказать ложной надежды, Галина. На страшном суде, говорит, не зажидающих его спасения. Там уже нет спасения. Там нет прощения. Он суд только подтвердить правильность избранного наказания. Но при жизни большинство не родятся свыше. Рожденные свыше – это святые, малое стадо. Другое понимание – чисто сектантское. Пример вашей жизни – исключение. Основная масса идет путем за Христом. Только новоначальной церкви – 10-15 лет. Она и создана для спасения. То есть рождение – женщина решила родить, и рожает 10 или 15 лет. А вы все время говорите о своем примере, и можно подумать, что это быстрый процесс. Спаси Христос. Я спрошу, а сколько потребовалось, чтобы Саул превратился в Павла? Вот пример. Ну, дальше я отвечаю на это в несколько мест священного Писания и Святой Библии. И мы посмотрим плоды рожденного свыше. 1 Иоанна 3.9. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Православные вообще это не принимают. Как-то не может грешить. Грешил и будет грешить. 1 Иоанна 5.1. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий, любящий родившего, любит и рожденного от Него. С большой буквы рожденного, то есть Христа. 1 Иоанна 5.18. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к Нему. 5.4. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир. Вера наша. 1 Петра 1.23. Возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовеку. Если Библии нет, не считают, какое рождение-то? Деяние. 4 глава. 20 стих. Притом удобно так пользоваться. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Никита Колесников поясняет, как своровали. Мастерская работа. За день до этого я возвращался с работы через магазины и приехал домой слегка загруженный продуктами. С велосипедом, рюкзаком и большим пакетом. Забираться в Литр было неудобно. И я оставил велосипед пристегнутый к оградке. Решил спуститься за ним попозже. Но этого не сделал. Вообще забыл. В этот день я слегка заболел на всю следующую неделю. Ничего себе, слегка заболел. Что интересно, если бы я проснулся в 4.40, как обычно, то выгнал бы вы с балкона во двор-то и мог бы застать ступщика прямо на месте преступления. Но дрыг до 6 утра. Теперь мне учат, я тут переписку веду. Вот этот пейнт на виду, это программа такая. Теперь мне не голосом, а укажите стрелкой, с какого, на какой этаж переходить, восходить. Какой стороной мышки нажимать что-то. Так будет попроще. Укажите, что вот такая-то рамка. И далее, что и куда переходить. Можно внизу многоточием снова нажимать. Куда нажимать? Или стрелкой из перехода указать, или многоточием. Мне нужно видеть написанное и делать переход на схему. А если сразу по голосу на схему, то что-то пропущу, не расслышав. Тем более тихо ваш голос слышен. Буквами с названием «Куда и что». Евгений сегодня пишет. Доброго вам дня, Игнатий Тихонович. Писание приобрел. Теперь в доме есть Библия. Теперь к молитвам и походам в храм добавило православное, истинно православное писание. То есть полное с неканоническими книгами. Большое вам спасибо за беседу по скайпу и за то, что встречаетесь на пути. И считает, что больше таких людей было, которые протянут руку любому человеку, которые пускай даже на миг задумаются о Христе, Боге или Духе Святом. Измените, если что-то сказал не так. Передавайте привет своим и всем, кто с вами на связи. Слава Христу! То есть едет в Италии, работает, Библии нет. Хотел бы увидеть, может, в будущем ролик, на котором вы всей гурьбой в Потеряевке лепите снежную бабу. Настоящую, с морковью, с ведром, метлой и пуговицами. Например, возле местного собрания после посещения храма. Ну а за Брюсова спасибо. Вот так. Ну события какие? У меня зуб откололся. И острым концом режет язык. Больно. Терплю день, два, неделю, вторую. Возможно. Идти к врачам далеко. Сидеть там. Но Володя попросил, он инструменту купил, надфиль. Такой мелкенький напильничек, плоский. И вчера я ему говорю, давай. Да нет, не хотел никак, но я уговорил. Тут еще одна приходила сестра, я ей давал, она поскоблила. Ну слабовато видно. Володя поделал, все, сделал. Правда. Поленька еще чуть-чуть задевает, но уже разговаривать могу. Букву Р могу произносить. Она язык изгибается и задевает. Там язык просто больно и больно. А второе событие более грозное. Гляжу, Володя идет по наружному наблюдению. Ну открыть надо. Я побежал, а дальше только уже не помню, за что засыпился ногой. Из одной комнаты в другую. И только как будто полностью отключенный. Я лещу и с размаху бьюсь об пол. Вылетела банка с вареньем. Прямо возле головы крышка слетела. С нее маленько сбрызнуло, но не пролилось. И на нее лесом упал бы. Даже говорить нельзя, последствия какие были бы. Но молитвы. Господь помолит, видимо, чьей. Сам только что помолился. Еще лежу и думаю, как же это так. Гляжу половичок на пути с перехода в дверях. Двери-то у нас тут нету. В проеме. На кухню. Лежит на месте. А почему я мог запнуться? Нога за ногу? Не знаю. Не ударился с такой силою, что подумал, переломал все кости. Как будто упал с лестницы. Давай каждый палец на правую руку. Сейчас еще опухший. Пробовать везде доблю. Больно-то больно. Но нигде не хлюпает. Нигде. Ни пальцы все по одному перепробовал. Не сломал. Давай приседать. Ноги. Ну, обычно шейку, бедра ломают. Ничего не сломал. Ну, скорее на молитву тогда опять. Господи, да сейчас же молитва-то достигла. Уже не один раз было так. Не один раз. Я один раз набирал уголь в потемках. В темноте. Я оттуда вылазил. Доски-то вынимаются. Там заткнулся. И упал точно между двумя ведрами. Лицо. Голова. Я прям тоже шапку скинул. И там в сарай начал молиться. Вот вчера такое дело было. Не знаю. Вот все-таки что-то это и есть. Ну, предупреждение от Господа. У меня однажды было такое. Принесли одеяло. Ну, новое, с дырками. У одной из сестры. Там умерли родители. Она не знает куда. А видно, одеяло-то хорошее. Я им укрылся вчера. Среди свое одеяло у меня тут покрывало. А потом третье, не натопленное, думаю. А теплое-то одеяло синтепоновое. Оно подо мной лежит. И ночью кошмары замучили. Сегодня встал утром-то пораньше. В 3 часа 20 минут. И святой водой я осветил, окропил это одеяло. И почему-то подумал, человек, который им одевался, был не верующий. Оно не этим. Как говорят, не ту энергетику несет. Это я для смеху говорю. И сегодня решил узнать уже, кому оно до этого принадлежало. А вот это что-то несет. Это «Життя святых» написано. Вот так. Добрые, недобрые. Это было такое. У Арсения братья купили. Не купили, а им подарили. Виноград хороший. Они поели. Ну и решили ему дать. Он говорит, уберите его с глаз. Почему? А это не от хорошего человека. Да какая разница, виноград-то, запах какой от него остался. Вы ничего не понимаете, что ли? Я сказал, недобрый человек, он скупой. А тут дал, что-то у него нужда или что такое-то. Я не хочу есть его. Не хочу, и все, выкиньте. Братья говорят, ну, никогда не думали, что духовное состояние отражается на том, что он делал. Виноград-то хороший, отче. Вон, быки привязанные. Отдайте им. Привязали. Как они заорали, эти быки, это оторвали веревки и убежали. Он говорит, и что? Вот это да. Вот это точно такое. Вот. Бывает такое? Я первый раз, когда от сои посмотрел, сою дают. Столько в ней белков пишут. Она мясо заменяет. Ну и сварили что-то там. Спеклили. Я только покушать взял в рот и сразу сказал, его есть нельзя. Да почему же? А хорошая, вкусная. Я говорю, нет, она покойником пахнет. Покойником? Что-то придумывайте. Маленько погодя, такие статьи пошли. И там вот то и другое модифицированное. Еще из нее рак приходит. Ну, может быть, клевещет, не знаю. Ну, я в рот не беру соевые продукты. А из него там делаются такие котлетки. Сой я, повторяю, видел, как она растет. А почему? Я не могу объяснить. Ну, просто вот такое было. Вот теперь посмотрим, какие у меня тут. Вот мой мир. Вот это сегодня 7. Уведомление какое-то. А что это? Андрей Александров. Вот, какие картинки ему понравились, фотографии. Вот так. Ну, ленточный наш форум православного. Вот так. 1602 темы. И наш видеоканал. Большой видеоканал. Посещаемость не такая большая. Просмотров 26 миллионов. 397 тысяч 307. И подписчиков 26 799. Ну, для нас, может, все название из Писания. Златоуст насчитанный там. Доброта, любие. Ну, кого это надо? Я все вспоминаю. Бабка учит, как сковородку почистить. 3,8 миллиона. Ну, другое что-нибудь там. По 8 миллионов. Ну, что, дошел в магазин, голову повернул. На витрину стоит там голая баба. Ну, и что она? Ну, и сколько людей посмотрел. Да что смотрел это? У нас заходят люди, которые постоянные клиенты. Вот сегодня я выставил здесь. Петр еще дотворит жития святых. Никого нету. Заграждается уста проповедь. Это уже 42 минуты назад. Два просмотра. Вот. Златоуста здесь насчитал. Тут, интересно, 5 просмотров. В церкви, считая златоуста, вот, 10. Занятия идут. Занятия. По исследованию Святой Библии. 68. Ну, это слава Богу. А где Никита своровали? Вот. Сейчас я просмотрю еще раз. Вот. 2086 за 22 часа. 2086 человек. Ну, вот так. Занятия по изучению Святой Библии уже 415. С одни беседы 400, с тем-то 400. Вот такое. Показать просто. Собрание было 1348. А все это дальше отдаляется. День за днем-то. Ну, и тут больше. Уже людей видно, что... Ну, хотя, все равно тоже тут мелочь. События дня там 500 уже набираются. Да мало. Женщина, незамужняя, заботится о Господнем. 1785. Я просто показывать хочу. Истинное крещение. Тут не особенно. События дня. 1500. Вот. Дальше. Воззови ко мне. Услышу тебя. Эта сестра приезжала из деревни. Любовь. Именно его. 2077. Часть первая. Вот. Мужчину одного нашел из тысячи. И она. А женщины не одной. 1043. Ну, то есть, помаленьку. Забота сестер. Едва отбился от подарка. Ничего особенного нет. 7 минут. 5435. Вот видите как. 5000. И тут же... Златоуз был. 44 только человека. И тут же Житие Святых. Более ранее. Даже 21 всего. Вот так. Не знаю. Фотографии, которые я беру из нашего сайта. Вот так. Ну, и на этом сегодня все.